Всем подписчикам привет! Сейчас я вам хотел показать один способ, который позволит соблюстить технику безопасности при работе с форвакуумом. Простой очень способ. Я сейчас откачаю из двух банок через аппарат для сушки воздух и покажу, как можно его защитить от разлетания осколков. В верхней банке помещен индикатор вакуума. Я включаю насос вакуумный и произвожу откачку. Вверху шприц, который покажет нам, насколько в банках создался вакуум. Он заглушенный шприц одноразовый, индикатор так называемого вакуума. То есть крышечка закрытая, а банки соединены между собой через прокладки. И слышно по глубине, по частоте работе мотора вакуумного насоса, вакуум 115, вот уже почти глубокий фурвакуум, то есть шприц выдвинут. Видно, что здесь уже глубина вакуума несколько миллиметров затутного столба, то есть в верхней и нижней банке. Аппарат соединен между собой в банке. То есть если бы здесь была налита вода, она бы сейчас закипела. Вот я откачал воздух. Видно, что тут фурвакуум. Выкручиваю шланг, отключая насос. Становится звук насоса другой. А в штуцере, это обычный автомобильный, помещен золотник. Здесь обычный золотник, который пружины держит. То есть шприцы выдвинут. Здесь банки присосались друг к другу, потому что за счет вакуума здесь силиконовые прокладки. Я покажу вам способ, который позволит работать с этим фурвакуумом с помощью вот таких вот сеток. Сетки есть в продаже, выпускает Новосибирск. То есть вы, если ведете какой-либо процесс, вы просто надеваете сетку, вот эту вот. Но она уже у меня использована была. И эта сетка, в случае разрыва банки, не даст разлететься осколком. Вот я сетку надел. И эта сетка у нас будет защищать нас от разлетания осколков. А конец завязывать или на резинку, или еще каким-то образом. То есть получается аппарат у нас защищен. Вакуум есть. Я сейчас покажу, как можно искусственно разбить эту банку. То есть вот у нас аппарат. И мы эту банку искусственно разбиваем, роняя на нее тяжелый предмет. Видите, пошел воздух. А осколки остались внутри нашей банки. То есть вот они, они никуда не разлетелись. Осколки. Вот таким простым способом. Ну и, конечно, для этого нужны еще очки предохранительные. Вы убережете себя от разлетания осколков. Спасибо всем за внимание.